Деньги и ресурсы Бизнес для народа, чему учат в школе социального предпринимательства Сам алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный Эта загадка про арбуз известна многим Но большая загадка, что внутри Сколько раз вы приносили большой, красивый плод домой Разрезали его всей семьей и были разочарованы Сейчас будем учить вас выбирать идеальный арбуз Ароматный, сахарный и без нитратов Дайте девочку, мальчика не надо Эту фразу в сезон арбузов Светлана слышит почти что каждый день Однако по словам продавца, на самом деле все арбузы женского пола И мальчиков среди них не бывает Хороший плод люди определяют по хвостику, способов уйма Но Светлана советует стучать Я вот больше, если звук идет более звонкий То есть арбуз идет По пятно определяют как-то У нас даже один покупатель приходил, замерял замеры соответствия То есть пропорции длины То есть по весу он должен быть 10 килограмм То есть диаметр столько-то, дольше 10 килограмм Я говорю, я беру по весу, говорю, не здесь килограмм 11, 11,5 То есть так оно вышло 11-300 килограмм Убедиться в спелости дыни тоже можно по хлопку Только здесь наоборот Глухой звук означает, что плод готов к употреблению Еще один секрет Корка созревшей дыни должна пружинить Словетов по выбору дыни и арбуза существует много А вот узнать, есть ли в бахчевом какие-то вредные вещества Могут только в лаборатории Во время эксперимента специалист не знает, откуда принесли плод Химик-эксперт Дарья Лысенко проверяет арбуз на содержание нитратов Для этого заливает в две пробирки вещество Которое вступает в химическую реакцию с молекулами арбуза На анализаторе жидкостном анионе Мы уже проверяем эту продукцию, измельченную на нитраты То есть там показывает нам определенные значения Мы в дальнейшем смотрим это значение по таблице И выдаем результат Это исследование показало нитратов здесь ниже предела обнаружения Простыми словами, этот арбуз не опасен для употребления в пищу С наступлением сезона бахчевых сотрудники управления Роспотребнадзора Усилили контроль за арбузами и дынями За истекший период 2018 года исследовано более 10 проб дынь и арбузов В 2017 году 14, в 2016 году 15 При этом в 2018 году все пробы соответствовали требованиям В том числе по санитарно-химическим показателям В 2017 году не соответствовало две пробы, в 2016 – три По словам Анастасии Силантьевой, определить, есть ли в арбузе нитраты Можно и по субъективным признакам Плод с нитратами, скорее всего, будет ярко-красной интенсивной окраски С фиолетовым оттенком При срезе будет иметь глянцевую поверхность Несвойственную обычно зрелому плоду Потому что обычно зрелый плод искристо-красными крупинками В плоде с нитратами жилки, которые идут от сердцевины к корню Будут не белые, как характерно для здорового плода А иметь разные оттенки желтого цвета Очень важно, в каком месте вы покупаете арбуз Бахчевые должны продаваться либо в магазине, либо в торговых палатках с тентом Нежная арбузная мякоть – комфортная среда для размножения бактерий Которые попадают внутрь через незаметные трещины вместе с пылью и грязью То же касается и дыни Ее зрелость, кстати, можно определить по запаху Спелый плод должен ароматно пахнуть Экономия, свет, опотребление – тьма Тарифы повышаются, а значит без энергосбережения никак не обойтись Как сохранить электричество и сократить цифры в платежках А также есть ли свет в конце тоннеля Рассказали эксперты энергосбытовой компании Софья Лысак – потребитель грамотный Уходя, всегда гасит свет Благодаря такому подходу в месяц у Амички нагорает всего 50 кВт-час Цифры в квитанциях до сих пор радовали По словам сотрудников энергосбыта, тариф за электроэнергию с 1 июля подняли, но незначительно С 3 рублей 68 копеек до 3 рублей 86 копеек за кВт-час Оплата для населения, которые пользуются электрическими плитами, теперь составит 2 рубля 70 копеек за кВт-час Для большинства населения у нас потребление в среднем составляет порядка 180-200 кВт И в летний период это еще меньше, поскольку световой день другой Поэтому я думаю, что в пределах 10-15 рублей, то есть это меньше, чем поездка на транспорте, люди не заметят этого повышения Бороться с растущими коммунальными платежами помогут правила энергосбережения Первое – необходимо заменить все лампы в квартире на светодиодные И хоть стоит такой светильник недешево, зато служит 5 и более лет Замена одной светодиодной лампы позволяет экономить в год до 600 рублей Соответственно, преимущество светодиодных ламп еще дополнительно в том, что число часов работы светодиодных ламп значительно больше, чем у компактных, тех же люминесцентных ламп, либо ламп накаливания Например, у ламп накаливания число часов использования порядка тысячи часов У компактных люминесцентных ламп в пределах 10 тысяч часов У светодиодных ламп более 30 тысяч часов Еще один из способов экономии электроэнергии – установка многотарифных счетчиков Они позволяют учитывать ресурс в зависимости от времени суток В руках у меня как раз трехвазный многотарифный прибор учета По желанию потребителя прибор учета программируется либо на 2, либо на 3 тарифа И зоны суток делятся, соответственно, либо на 2, либо на 3 тарифа При использовании бытовых приборов, например, в ночное время мы можем сэкономить на потреблении электроэнергии Например, при двуставочном тарифе цена за киловатт-час с 7 утра до 11 вечера составляет 4 рубля 44 копейки, ночью 2 рубля 42 копейки При тройном тарифе максимальная плата с 10 до 17 часов Тогда электроэнергия стоит 4 рубля 82 копейки С 7 до 10 утра и с 9 до 11 вечера наступает полупик В это время цена за киловатт-час снижается и составляет 3 рубля 27 копеек Если вы сова, то есть пользуетесь электроэнергией в ночное время, то, конечно, это будет выгодно При покупке электроприборов обращайте внимание на классах энергоэффективности Специалисты советуют приобретать А2+, так вы сбережете до 80% энергоресурса К простым способам экономии относится размораживание холодильника Это поможет сохранить около 1000 рублей в год Не забывайте выключать из розетки технику, если она не работает Ведь для питания того же компьютера, который находится в режиме ожидания, необходима энергия В результате за год около 200 кВт-часов тратится впустую Давно мечтали открыть свой бизнес, делу самое время Школа социальных предпринимателей приглашает Амичей пройти бесплатное обучение Опытные наставники помогут составить бизнес-план, получить грант и наладить диалог с властью Юлия более 10 лет руководит образовательным центром Но сегодня, как школьница, сама спешит за знаниями Дело в том, что недавно бизнес-леди решила обучать преподавателей и робототехники А для реализации идеи были необходимы средства Грант на полмиллиона рублей, который написала Юлия, завернули За помощью Амичка обратилась в Школу социального предпринимательства Мы пришли в Школу социального предпринимательства с моими коллегами И теперь мы уже более осознанно описываем наш проект Не только с точки зрения бизнес-проекта, но и с точки зрения нужности его нашему родному, любимому городу Омску Социальные предприниматели решают острые проблемы общества Например, открытие частных детских садов и пансионатов для престарелых Одна из сфер деятельности бизнесмена На сегодняшний день большая проблема – это активного долголетия То есть, чтобы люди такого, как мы говорим, серебряного, красивого возраста могли активно принимать участие в жизни населения Вот будет заниматься этим традиционный бизнес? Большой вопрос А чаще всего они подходят к созданию своего бизнеса с позиции пустой ниши Вот сейчас нету этой услуги на рынке, давайте-ка мы ее ведем Мы идем от проблемы Есть проблемы у этой целевой группы Мы вводим это направление и обучаем под него Учебная программа очень насыщенная Здесь много теории, а практическим опытом делятся действующие предприниматели Выпускники школы Такие знания на вес золота, ведь их не найти в учебниках Кстати, и после курсов наставники продолжают сопровождать своих подопечных Помогают открыть бизнес, вести диалог с властью У нас в бюджетах муниципальных районов появилась статья у некоторых в поддержке социальных предпринимателей Благодаря этому, например, в Любинском районе, в Красном Яре у нас появилась нетипичная для территории школа мюзикла где занимаются не только детки, но и взрослые То есть таких примеров много, и они, конечно, очень ценные Это говорит о том, что представители органов власти на местном уровне уже начинают понимать значимость, а самое главное – ресурс И видят в этом ресурс для конкретного решения конкретных проблем Главная идея проекта – превратить социальность не в нагрузку, а в конкурентное преимущество 60% выпускников школы создали стабильно работающие предприятия которые решают проблемы омечей и дают работу людям Ирина Мартынова много лет трудилась тренером по фитнесу но открыть свой спортивный клуб не решалась Школа предпринимательства стала для нее трамплином к осуществлению мечты Сейчас бизнесвумен руководит оздоровительно-восстановительным центром Здесь можно не только привести фигуру в спортивную форму но и пройти реабилитацию после травм и болезней В нашем городе организовать собственный бизнес, начиная с нуля, это очень тяжело И, естественно, хорошо, когда рядом находятся те, кто тебе помогает и подсказывает, как это правильно делать Если ты свою профессию любишь, я думаю, должно обязательно все получиться И в данной ситуации школа соцпредпринимательства, я думаю, что она именно поможет сделать правильные шаги Новая группа стартует уже 18 августа Записаться на бесплатные курсы можно по телефону 904616 В школе социальных предпринимателей ждут инициативных и нацеленных на результат мечей Уважаемые зрители, помните, богат не тот, у кого много, а тот, у кого достаточно Оставляйте свои сообщения на официальной страничке программы «Подсказки потребителю» ВКонтакте или на сайте нашей телерадиокомпании А на этом у меня все. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»